Анти-Майдан, Ютуб На дороге деда били Я что-нибудь скажу, молчи Довезли до штаба, в штабе уже командир разобрался Ну что вы деда сюда притащили Выкинули и направили сюда пешком Дед нам и рассказал, где у них сколько танков стоит Дед, кстати, он рассказывал, что видел там арабских наемников Араб не араб, но не русский Разговаривать по-русски абсолютно ни хрена не понимает И ответить никак не может Так что наемники у них есть, это уже однозначно И воюют они Документы находят Да, и документы находим А документы каких государств? В основном Польша Мы знаем точно, Польша, Прибалтика Это основные основные Литва, Латвия, в основном оттуда Поляки, ну и такая ближняя Чехия, Мехик Тут польские нашли? Да, здесь польские стоят И там, говорят, стоят сейчас гарнизон, который разбивают, там стоят поляки Вот такие вот дела Выйти мы им постараемся не дать вообще Так что оставим По возможности, как можно больше их оставим здесь Всех домой мы не выпустим Так что домой они все не вернутся Это однозначно Если дай Бог и то Только из-за того, что нам начальство прикажет их выпустить Тогда мы только их выпустим А так выпускать В любом случае в нашем отряде никто их не собирается выпускать отсюда живых Вот все Уйдут все двухсотыми домой В лучшем случае трехсотыми Так что всем мамам, у кого тут сыновья Западная Украина Пускай проезжают и забирают Молодец Мы не трогаем срочников Не убиваем, обращаемся с ними нормально Даже наоборот Мы ходим и всячески им содействуем быть на родину Но то, что их там ждет в их государстве Это только одному Богу известно, что с ними будет Они рассчитывают У нас были устроить три плены, сдались Он говорит, если дойдет дело до суда Я на суде все расскажу Мы им объяснили, что до суда я его даже не доверю Домой им приходят всем Всем приходят домой им сообщения Те, которые перешли сюда или двухсотым Домой не сообщают Сообщают, что они перешли на сторону сепаратистов Мы их там Хотя мы не трое срочников Мы не трое Правосеков по возможности мы плен абсолютно не берем Правосектор и Назвардия Это люди, которые для нас не люди Мы их не считаем за людей И мы их будем уничтожать при любой возможности Так же самые батальоны Так же самые батальоны Какие там у них Азовы, Мазовы Это тоже Мы их будем уничтожать Срочники Могут спокойно даже сдаваться Переходить в плен Мы будем помогать им возвращаться домой Срочников и солдат мы не трогаем Ну если, конечно, это не в бою Стреляют в нас, будем убивать мы Если они будут к нам с добро Мы придут сдаваться Мы можем даже организовать им коридоры Пускай выходят И едут домой Так что И родителям их тоже самое Можно передать Пускай приезжают Забирают Мы их выпустим Мы их ни крови не хотим Уже мы им не отрезаем Единственное, чем мы крови хотим Это правый сектор И Назвардия Это люди, которые за деньги знали куда шли Они за деньги сюда пришли убивать нас Вот и все Поэтому мы их за людей не считаем Будем убивать их В ополчение я пришел с 26 мая Живу я в городе Доброполье Донецкой области Это в принципе где-то километров 70 от Славянска Пока начиналась война У нас выгружалась через Доброполье Шла военная техника Это 25 бригада выгружалась Мы как могли в принципе пытались попрепятствовать Но у нас были такие коммерсанты в городе Которые проукраински настроены Были проплачены И они всячески содействовали Тем, чтобы армия дошла до Славянска бить наших людей У нас тогда ничего не получилось И в принципе уже была мысль записываться в ополчение А после того, как что произошло в Одессе Что нацисты сделали с одесситами Как они мирных людей порубали и порезали Уже в принципе вопрос такой отпал сам по себе И пришлось даже не задумываясь Пришлось ехать в Славянск Мы сразу поехали в Славянск Несмотря на то, что он был осажден Один въезд был в него Через этот въезд мы туда проехали спокойно И вступили в ополчение И с тех пор мы воюем Сразу Семеновка Славянск Потом выход из окружения Донецк И пошло сверху воюем По населению Мобильная группа Мы видим технику Уничтожаем врага Как у кого При любой такой возможности Мы не в том В принципе особого приказа Если мы видим врага Мы его уничтожаем сразу Тем более технику Какая у нас политика Наша и нашего командира В принципе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...